Здравствуйте! В эфире снова программа «Бумеранг», и мы будем говорить в новом цикле о здравоохранении республики и о здоровье жителей Чуваши. И сегодня гости нашей студии главный офтальмолог Минздрава Дмитрий Арсютов и детский врач-офтальмолог Светлана Никитина. Уважаемые эксперты, в литературе у классика существует такое выражение, что глаза – зеркало души. А вот с точки зрения живого человеческого организма и медицины, глаза – зеркало чего? Я думаю, что здесь, наверное, более правильнее было бы сказать, что глаз олицетворяет сегодня практически весь организм. То есть мы не говорим о глазах как олицетворении только души человека. Очень интересный орган – глаз, который показывает практически жизнедеятельность всего организма, и мы по состоянию глаза можем о многом судить и глаза, по большому счету, не касающиеся. Да, это и такие проблемы, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни эндокринной системы другие. Это нервная система, это лор болезни, это кардиология и все, что связано с сосудами организма. То есть глаз отвечает на очень многие вопросы, и зачастую пациент, попадая к офтальмологу, получает рекомендации для обследования совсем у других специалистов, о проблемах которых он даже не предполагал. Ну, есть еще такая наука, в которой можно, наверное, говорить о том, что и рида диагностики, и наши телезрители и радиослушатели, возможно, многие знакомы с этим. Но сегодняшняя цивилизация, она, по-моему, нанесла страшный очень удар такой по зрению людей вообще во всем мире, потому что раньше люди только, может быть, изредка какие-то читали очень много и портили свое там зрение. Вот я там с фонариком, под одеялом, в детстве родители запрещали, мы читали какие-нибудь приключения или фантастика. А сегодня ужасно. Мои внуки сидят в гаджетах, и, по-моему, их зрение просто на порядке хуже будет. Я здесь бы, наверное, все-таки сделал акцент на том, что изначально исторические глаза человека были созданы для того, чтобы смотреть вдаль. Это охота, это максимальное использование зрения для дальнего расстояния, которое помогало выживать и помогало существовать. Сегодня цивилизация показывает нам, что зрение все чаще и чаще используется именно для работы на близком расстоянии. Что для глаза даже по истечении такого большого количества лет не является нормой. И сегодня, говоря о спокойном взгляде, о спокойном зрении, мы всегда говорим о зрении вдаль. То есть именно в этот период глаз расслабляется. Поэтому независимо от того, работаем мы с компьютером или просто читаем книгу без каких-то перерывов, без ограничений, не понимая этого риска, мы вовлекаем глаза в состояние напряжения его мышечного аппарата. Что влечет за собой естественные последствия, которые мы видим сегодня повсеместно. Вообще современное образование сложно представить без использования на сегодняшний день компьютеров, планшетов, гаджетов. Ну, тем более учебники стали электронными. Для получения вообще информации без использования сети интернет. Поэтому, естественно, проблемы с этим возникают, особенно в детском возрасте. И, к сожалению, заболеваемость по миопии, она имеет тенденцию к увеличению. Родители должны быть внимательны. Ну, какая картина? Вот какую картину вы нарисуете по состоянию заболеваемости офтальмологической в республике? Ну, я думаю, что за нашу республику нам, как офтальмологам, мне, как главным специалистам, можно только порадоваться. Потому что, на самом деле, то, что мы констатируем сегодня по цифрам заболеваемости, по выявляемости, по контролю за этими состояниями, они в среднем... С российскими показателями? С общероссийскими, а во многом даже лучше. То есть, единственная категория заболеваний, которые, наверное, сегодня мы констатируем небольшую тенденцию к увеличению, даже не к увеличению, а к несколько более высоким цифрам заболеваемости по сравнению с ПФО и Российской Федерацией, это как раз миопия. То есть, заболеваемость миопии у нас в Чувашии превышает несколько общероссийских показателей. А вот у нас дети лучше учатся, там эти ЕГЭ сдают, показатели у нас с точки зрения образования высокие. Не есть ли это следствие такого незримого свидетельства и вообще опасности? Я думаю, что это такая, вы знаете, комплексная, наверное, проблема и, наверное, ответ на ваш вопрос, поскольку и напряженность учебы, и, может быть, где-то более лучшие показатели наших учащихся, да, по сравнению с соседними, может быть, с областями, регионами, но не в этом, наверное, все-таки дело в окончательном варианте. У нас, я считаю, что очень сильная выявляемость. То есть, вот отцой трахоматозной Чувашии, которая вспоминает, может быть, с точки зрения истории, да, мы шагнули к новым рубежам просто кардинально быстро и так достаточно ведь массово. Исторически абсолютно сложившаяся ситуация по службе в целом в нашей республике, которая имеет очень глубокие корни, имеет очень славную историю. Это и филиал института Гельмгольца, значит, который, как вы сказали, был сначала, значит, на базе Канаша, потом переехал в Чебоксар, это борьба с трахомой в 60-е, 70-е годы. Это даже раньше, в 50-е годы, к 70-м годам уже фактически мы искоренили трахому в Чувашской республике. Это первые операции по имплантации искусственного хрусталика в Советском Союзе, выполненные академиком Федоровым, когда еще... И первый филиал, мы гордимся тем, что... Да, когда он еще работал не даже в системе, он так и не создал эту систему, а работал заведующим отделением, обычным врачом-офтальмологом, именно на базе трахматозного диспансера в городе Чебоксары. И, естественно, создание первого филиала академиком Федоровым в этом городе, который уже более 25 лет несет на себе огромную, так сказать, и лечебную, и научную, и методическую функцию. И, я думаю, даже пиар создает в Чувашской республике, потому что очень много из-за границы ведь приезжает сюда. Да, и надо сказать, что вот эта база, она постоянно совершенствовалась, и офтальмологом в Чувашии быть было все очень престижно в силу выше мною сказанного. Поэтому я думаю, что наиболее грамотные, наиболее ответственные врачи, выпускники медицинского института, медицинских институтов страны, они мечтали и хотели стать именно докторами этих знаменитых учреждений. И ими становясь, конечно же, вот это знамя, вот эту вот гордость за то место, где они работают, сюда несли. Поэтому у нас нет плохих офтальмологов. То есть наши офтальмологи нацелены на максимальное выявление, максимальное в современном контексте лечение. Дмитрий Геннадьевич, а какие все-таки основные офтальмологические заболевания свойственны жителям нашей республики, взрослых и детских? На сегодняшний момент здесь статистика, она мировая, российская. Наша республиканская примерно одинаковая. Если мы берем первичную обращаемость пациентов на уровень поликлиники, то, конечно, первое место занимают у нас воспалительные заболевания. На переднем отрезках глаза это конъюнтивиты, это балифориты, это те или иные небольшие травмы, которые встречаются в быту у нас. На втором месте это аномалии рефракции, то есть это всем известная близорубкость, дальнозоркость, астигматизм. Это в общей популяции стабильно занимающие второе место состояние. Ну и далее у нас по нисходящей уже тут более возрастные заболевания. Это такие как катаракта, глаукома. Ну вот и взрослые люди, да, они уже просто на слуху у всех в разговорах. Это всем известные заболевания, которые сегодня успешно лечатся, профилактируются, подходы к которым сегодня четко разработаны на мировом уровне. И мы, надо, так сказать, тоже отметить, очень четко соблюдаем все мировые стандарты сегодня в лечении этих заболеваний. То есть на следующем месте это дистрофия сетчатки и болезни сетчатки зрительного нерва. То есть в основном это заболевания, которыми болеют уже люди старше 50-60 лет. Почти каждый второй житель Чувашской республики в течение года обращается к катарологам. Независимо от того, это профилактическая проблема или это проблема лечебная. То есть мы настолько связаны сегодня с необходимостью контроля и очень часто, к сожалению, имеем жалобы на орган зрения, что вот такая статистика, она, к сожалению, имеет место быть. А что с детками? По статистике у детей Чувашской республики, как и по всему Приволженскому федеральному округу и в Российской Федерации в целом, преобладают заболевания глаз, связанные с рефракционными нарушениями. И если сравнивать за последние 10 лет, их количество увеличилось в полтора раза. Ну это вот миопия, доктор уже говорил. И в свою очередь эти заболевания ведут в дальнейшем к развитию амблиопии и нарушениями глазодвигательного аппарата, не стагмами, а косоглазиями. Давайте расскажем, как устроена служба офтальмологическая в Чувашской республике. Хватает ли врачей на первичном приеме, да? И вся служба у нас в медицинской трехуровне распространяется ли это на офтальмологию? На сегодняшний момент дефицита кадров у нас практически нет. Это очень отрадно. Хотя еще недавно было ведь, да? За последние 3-4 года нам удалось обучить более 30 молодых врачей. Это врачи-интерны, которые проходили обучение на базе Республиканской клинической офтальмологической больницы. Это врачи-ординаторы, проходившие обучение на базе филиала МНТК микрохирургии глаза. И вот более 30 специалистов сегодня не уехали за пределы республики, а заняли вакантные места в городе Чебоксары, в Чебоксарске, в районах Чувашии. Без офтальмолога ни одна из центральных районов больниц не работает. Если хотя бы какое-то минимальное выпадение возникает по тем или иным причинам, то наши бригады мобильные... А, то есть не обязательно пациенты едут в Чебоксары, у вас бригады обслуживают в районах, да? Нет, ни в коем случае. Мобильные бригады и по линии первичного приема, по линии диспансеризации, профосмотров, банкомата постоянно курсируют по республике и, соответственно, создают необходимую поддержку, помощь как первичному звену, так и помощь консультативную. Мы всегда на связи с офтальмологами готовы подключиться и по интернету, и по телефону проконсультировать. Ну, слава богу, вот есть такие возможности современных технологий, да? Создать все условия, чтобы диагноз был правильный и поставлен именно на уровне первичного звена. Естественно, мы всегда готовы пациентов принять. Наш уровень, уровень нашего учреждения республиканского, уровень МНТК – это уровень высший, уровень третий. Тоже как операции, да? Серьезное вмешательство. В основном мы ориентированы на лечение пациентов не амбулаторного звена, а пациентов, которые требуют стационарного, соответственно, в условиях дневного или круглосуточного стационара лечения. А как связываемся со школами? Как служба работает на этом уровне? Сегодня выстроена целая система работы с школьниками, то есть мы ежегодно, конечно, участвуем, наши офтальмологи участвуют в медицинских осмотрах, и помимо этого мы для усиления контроля именно за декретированными группами, да, это начиная уже со второго-третьего класса, когда нагрузки возрастая приводят к увеличению заболеваемости, явную, так сказать, которую мы констатируем, да, то мы уже на протяжении более трех лет, то есть четвертый год, мы активно сами выходим в учебные заведения с той целью, чтобы максимально полно, во-первых, картину для себя прояснить, то есть проводим дополнительную диагностику, специализированную аппаратуру, которую возим тоже с собой, это первая задача. Вторая задача – это, конечно, санитарно-профессическая работа с родителями, то есть мы устраиваем лекции, мы проводим тренинги, мы объясняем суть профилактики, да, объясняем суть профилактики, и самая главная, наша основная задача – это оповестить и детей, и родителей о тех рисках, которые, к сожалению, могут быть при несоблюдении тех или иных норм поведения зрительного. В силу этого мы, к счастью, видим стабилизацию, у нас нет бурного роста заболеваемости близорукостью, в некоторых группах детей она падает. Дмитрий Григорьевич, ну вот если мы говорим, что все-таки третья, может быть, даже и половина населения республики все время приходит, обращается к офтальмологам, да, в чем, собственно, заключается государственная политика, политика Минздрава по формированию службы. Самое основное, что хотелось бы отметить, мы сегодня имеем практически все возможности для лечения мирового уровня, и я еще раз повторюсь, что наша сильнейшая база чувашской офтальмологии в лице федерального учреждения МНТК микрохирургии глазов, в лице республиканского учреждения, фактически охватывает весь перечень, 99% того, что сегодня возможно для лечения на мировом уровне. Оно в Чувашии уже присутствует, да? За исключением возможных каких-то единичных нозологий, которые мы в силу, опять же, заботы о пациенте, отправляем в специализированные центры города Москвы, федеральные центры, это касается офтальмоонкологии. То есть чем сегодня в Чувашии мы не занимаемся, поскольку пациентов, к счастью, очень мало. Ну вот оно вообще, наверное, редкое заболевание. Это единичные пациенты, это не более 10 пациентов в год мы отправляем с подозрениями, и, слава богу, не все подтверждаются они, то есть лечение получают в среднем 5-6 человек в год, именно по линии офтальмоонкологии. А вот высокая технология, она, собственно, началась у нас еще до модернизации здравоохранения, которая активно привела в Чувашию высокие технологии, да? Вот в офтальмологии они оказались раньше. Надо сказать, что офтальмология сама по себе, это одна сплошная высокая технология. То есть если взять хирургическую офтальмологию, то более 90% хирургических манипуляций, которые сегодня мы проводим, они по перечню утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. В тех или иных комбинациях... Меня потрясло, когда я готова с программой, разрез менее полумиллиметра. Я даже представить себе вот такой размер могу. Мы сегодня не говорим о разрезах, мы сегодня говорим о микропроколах. То есть фактически это микропрокол для доступа в глаз, и он является полностью бесшовным. То есть вся наша сегодняшняя современная офтальмология, будь то переднего, будь то заднего отрезка глаза, она состоит из этих микроинвазивных подходов. Поэтому то, о чем я начал говорить в плане высокотехнологичности, это, наверное, та реальность, которая сегодня позволяет нам уже входить в микромеры глаза. То есть мы фактически работаем на микронном уровне. Мы не говорим уже о миллиметрах, сантиметрах, мы говорим о микронах, мы говорим о фемтосекундах, мы говорим о современнейших подходах, которые выражаются в каких-то минус девятых, двенадцатых степенях размера. И, естественно, невооруженным глазом мы их не видим. Из множественных выполняемых сегодня вмешательств операций хочется отметить, что большая часть сегодня меняется технологией этих операций и выполнений каждые пять-семь лет. И благодаря государственной программе, республиканской, в частности, офтальмологической больнице, удалось очень широко оснаститься как диагностической, так и хирургической аппаратурой, которая сегодня на самом деле позволяет творить чудеса. В совокупности в год сегодня проводится только в республиканской больнице более восьми тысяч вмешательств. Более двадцати тысяч вмешательств проводится в Чебасарском филиале Монтыка микрохирургии глаза. То есть цифра получается фантастическая. Из этого только пять-восемь тысяч операций о различном уровне сложности на переднем отрезке глаза. Это хирургия катаракта, хирургия глаукомы. Кстати, это вот тоже прям, я вижу, такая доступная стала операция для людей пожилого возраста. Очень плановая, очень прогнозируемая, очень эффективная и, самое главное, практически полностью восстанавливающая зрительные функции хирургии. Я говорю о катаракте сегодня, которая на самом деле выполняется через очень небольшие доступы, а разрез сегодня составляет всего-навсего 1,8 мм, и используемые гибкие современные модели искусственных хрусталиков позволяют нам через этот же минимальный разрез его имплантировать в глаз. Ну, потом, раньше люди ждали, когда созреет, там, да, сегодня вообще даже, колоссальный робот, колоссальный. Я хочу добавить, что на сегодня ведется активная работа переднатального президентского центра, который за 7 лет показывает великолепные результаты по выхаживанию недоношенных детей. И количество этих детей с каждым годом уменьшается, что, в свою очередь, ведет к снижению детей среди напатей недоношенных. И даже те дети, которые выявлены, задняя агрессивная форма у них встречается крайне редко, и тенденция идет большая к снижению именно таких сложных детишек. И благодаря вот этой работе самого перинатального центра и совместно с МНТК «Микрохирургия глаза», где происходит полный комплекс лечения, как и лазер-коагуляция, криопексия, то есть все, что необходимо, поставлено на высоком уровне. В этой ситуации, я думаю, что стоит отметить тот факт, что за последние, наверное, 5-7 лет скачок именно профессиональный с точки зрения ранее не совсем, может быть, полно охватываемых нозологий сегодня очень широко развился. Я имею в виду, в первую очередь, это лазерные технологии. Я имею в виду хирургию заднего отрезка глаза, так называемую витриоретинальную хирургию. Я имею в виду технологии лечения недоношенных детей, о чем было сказано выше. Это хирурги ретинопатии недоношенных, без которой, наверное, достичь тех результатов, которые сегодня есть, было бы тоже невозможно. Это однозначный скачок в фемтосекундных технологиях. Это тоже лазер. И сегодня в Чувашии, в Чувашарском филиале, в частности, появился этот лазер одним из первых в Российской Федерации. То есть это тоже очень дорогого стоит, потому что наши жители, наши пациенты сегодня практически, я думаю, что эксклюзивные находятся ситуации, когда для них, во-первых, помощь, она очень доступна. Сегодня нашим главным приоритетом является ее бесплатность. То есть мы фактически самые серьезные, самые сложные, самые дорогостоящие операции нашим жителям предоставляем по линии программы госгарантий. И это и базовая программа ОМС, это и федеральные квоты, то есть это высокотехнологичная помощь. Пациенту зачастую все равно, из каких источников финансируется в лечении, ему важно получить результат. Своевременный, быстрый и качественный. Вот в офтальмологии, к сожалению, время играет очень большую роль. И время, упущенное при многих глазных болезнях, особенно проблемах сетчатки, зрительного нерва, они, к сожалению, оказываются безвозвратными для зрения. И наше сегодняшнее, наверное, наш приоритет, наша цель – это минимизировать время ожидания, это создать все условия для оказания всеобъемлющей помощи в минимальные сроки. Ну что ж, самое главное, конечно, это, наверное, все-таки болезнь не лечить, а предвосхитить. И вот, уважаемые эксперты, у нас есть телевизионный сюжет. Как часто вы измеряете глазное давление? Не часто. Я вообще, у меня глаза плохо уже начинают по старой смотреть, как у каждого. Всякие пятна. Я как-то хожу частенько для того, чтобы какие капли выписать, и все. Когда попадаю в больницу дома, я не могу. Только я дома артериальная. У меня хрусталики поменены на оба глаза. Ну, где-то два раза в год, наверное, я хожу. Не скажу, когда после разожмерила, честно говоря. Когда вот, если обращалась по давлению, врач предложил, то, может быть, внутриглазное давление. Тогда вот только, когда уже само давление спокойно, внутричерепное. Насколько часто ты делаешь гимнастику для глаз? Гимнастику для глаз я делаю каждый день утром, то есть, чтобы глаза не уставали в течение дня, так как я каждый раз в очках хожу. И... то есть, иногда бывает, и днем делаю. Нет, никогда не делаю вообще. Я ношу линзы, но я гимнастику не делаю. Моя работа связана непосредственно с компьютером. Также я студентка, поэтому целыми днями читаю и пишу. Ношу очки, конечно, но зарядку и гимнастику для глаз на самом деле не делаю. Ну, я иногда только делаю, потому что опаздываю в школу, и поэтому не успеваю. В связи с увиденным, какие рекомендации, уважаемые доктора, мы должны дать нашим телезрителям и радиослушателям? В первую очередь, я хотел бы посоветовать уметь прислушиваться к своим глазам. Глаз – уникальный орган, и он очень часто говорит нам сам, чего он хочет. Когда он хочет отдохнуть, когда он хочет... Поработать. Какого-то более активного времяпривождения, да? И не забывайте контролировать каждый глаз по отдельности. Это делать необходимо всем людям старше 40-50 лет, потому что, к сожалению, мы очень часто констатируем, что человек очень долгое время не замечает, что зрение на одном глазу снижается. Вот диспансеризация – это сейчас очень важный такой инструмент. Она поможет тем людям, которые о себе думают мало или не хотят думать вообще, да? Это их подтолкнет. Конечно. Однозначно. Глоуком – очень коварное заболевание, которое, к сожалению, встречается сегодня в мировой практике все чаще и чаще. У нас только в Чувашии более 4,5 тысяч пациентов больных глоукомой. И самый основной риск связан с тем, что зрение, потерянное от этого заболевания, оно теряется безвозвратно. По любому случаю, эти заболевания, в частности, глоукома, патологии сетчатки, зрительного нерва, катаракта, можно профилактировать. Профилактика заключается в ведении здорового образа жизни, в правильном питании, в систематическом, не менее чем один раз в год, а лучше один раз в полгода, осмотре офтальмологом, включающим в себя комплексный осмотр, который обычно не занимает более 15-20 минут. Осмотры всегда подскажут, какие риски у пациента есть и помогут от них избавиться. А что мы скажем нашим родителям, как они должны наблюдать за своими детками, как они должны помочь профилактировать болезни около своим деткам? Дорогие родители, берегите здоровье своих детей и, конечно же, их зрение уже с раннего возраста. Что в себя это включает? Это своевременно проходите офтальмологические осмотры, выполняйте дома самостоятельно простые упражнения для глаз, которые не требуют материальных затрат, ограничивайте зрительные нагрузки и находите все-таки альтернативу сегодня компьютеру и тем же самым планшетам в виде посещения бассейна и других спортивных секций. Ну что ж, уважаемым экспертам, спасибо. Уважаемые радиослушатели и телезрители, вы помните, что наш организм един, и все, что мы делаем, позволяем себе делать или не позволяем себе делать, как бумеранг возвращается в нашу жизнь и касается зрения, даже если вы, например, что-то неправильно покушали. Любите себя. Всем доброго здоровья и всем хорошего острого зрения, которое помогает улучшать качество нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова